Я опоздала на самолет. Давай, блядь, снимай! Спасибо вам за это! Конечно, не думала, что я утру нос этим артистом большим. Регистрацию закрыли только что. Пожалуйста, к вам успеем! У меня сегодня концерт в Калининграде, время 15.56. У меня вылет в 16.35. Это единственный рейс наступный, чтобы успеть на свой концерт. Все мои ребята уже в аэропорту и ничего не смогли сделать. И походу я пропускаю концерт. Почему я никогда не регистрируюсь на рейс? Ну вот, на будущее. Я знаю, что это я, моя жена. На три минуты мы опоздали на поезд. Одно дело на поезд, а другое дело меня там куча людей ждет. Дайте шуму! Я опоздала на самолет. Она снимает вообще? Девочки-танцоры впервые в жизни сели в Лухари-маршрутку и снимают миллион сторисов. Лухари-бич. Это корона. Она описывает статус нас нашего коллектива. Напишет нам мудак. Мальчики, вы знаете, кому мы посвящаем эту подпись. На самом деле, очень давно, конечно же, не было гастрольных влогов. И не было настоящей жизни. Но я вам покажу жизнь. Жизнь. Вот если ты сейчас лично нажмешь на кнопочку подписаться, и красную кнопочку подписаться сделаешь серой, тогда, возможно, скоро у меня будет 2 миллиона подписчиков. Ну, а если вы еще нажмете колокольчик, то всегда вы будете смотреть мои видео первыми. Это очень важно. Вам будет лучше. Просто поверьте. Приезжаю. Меня встречает Лера и мои коллеги. Что они первое сказали? Конечно, молодец. Ты меня увидела? Ну, короче, мы все нервничали. Как можно опоздать, точнее, вообще не приехать на ковровую дорожку премии, где ты впервые номинирован на секундочку самой важной номинации для меня? Было очень грустно, что именно так произошло. И самое ужасное во всей этой ситуации, что у меня был подготовлен отдельный прекрасный лук на дорожку. Так, стоп, стоп. Скажите мне, что здесь вообще нахрен происходит? Говно! Летом меня номинировали в номинации «Любимая певица» в премии «Дай 5» телеканала СТС. И в номинации, помимо меня, также была представлена Полина Гагарина, Ольга Бузова, Елена Темникова и Моллер. Я помню, как я готовилась, как я долго красила, вырисовывала эти стрелочки. У меня здесь сверкал чокер на шее, красивое было платье. Ну и вот представьте, я вся такая наряженная, красивая. Сажусь в такси, вызвала себе бизнес-класс. Думаю, подъеду красиво, круто, чтобы мне открыли двери. Я вышла на своих этих удобных каблуках. И я понимаю, что сломался светофор на проспекте. И он не работает, и водители уже сзади начинают сигналить, сигналить, сигналить. Как, как такое может быть, что я сижу именно в той машине, перед которой сломался светофор? В общем, я стояла минут 20, наверное, 25 до тех пор, пока не пришел гаишник и не просигнализировал. Ну, а что толку-то? Вот он пришел, этот гаишник, а я понимаю, что на дорожку я уже опоздала. В итоге, ладно, хрен с ним с этой дорожкой. И хотя бы кусочек платья я засветила вам во влоге. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. И то без туфель, без ног. Хоть как-то. И все это было в пустую. Не знаю, в это время я могла бы просто спать или в носу ковыряться. Сегодня получила огромное количество комплиментов касаемо моих стрелок. Но, как говорится, все хорошее заканчивается. В последнее время приходится очень много краситься из-за концертов, перелетов. И, честно говоря, кожа очень устает. И поэтому я уделяю особое внимание, когда я смываю, когда я ее наношу. Первым делом я смываю макияж с помощью мицеллярной воды. А потом я удаляю остатки макияжа с помощью перки. Мне нравятся всякие корейские. На самом деле, вот это очень классная штуковина. Эта щеточка для лица Luna 3 от Foreo для меня идеальна. Потому что и массаж сразу, и очищение хорошее. Так что, девчата, берите на заметку. Я, наверное, похожа на Деда Мороза. И я вообще никогда сегодня не снимала в таком виде. Но если вам нравится лайв, пишите в комментариях, я буду почаще у вас приносить в туалет в ванную. Ну и раз в два в три дня я делаю себе массаж лица с увлажняющей сывороткой. Потому что моя кожа склонна к сухости. Ребята, это будущее, потому что я управляю сейчас этой щеточкой с помощью телефона. Ну все, моя кожа готова ко сну. Сил уже совсем нет. Завтра концерт. А я поздно вам дорожку, ну давайте. Одинокий человек, прям крутая песня. Спасибо, Лера уже ругается. Бегу, бегу, бегу. Сейчас есть вероятность того, что я опоздаю еще и на выступление. Опять бодипак уже одеть надо. Одна минута даже меньше. А как я буду приниматься, здесь мужчины играют на скрипке. Увидела своих ребят, зайчиков, мальчиков. Зай, со мной тренируются, готовятся. Ну, причем с ними даже не репетировали. Выигрываем, не выигрываем. Сомневаюсь. Вы же знаете, что у меня день рождения 23 июля. Вот он знак. Все-таки 23.07. Боже, вы себе повезет мне. Думаю, все, можно выдохнуть. Со мной еще был Натан. Я поздала на дорожку. Время, в которое номинировано. Ты же Заян. Я Заян, мне можно. Ну, честно говоря, я не могла ни о чем думать, кроме как о своей номинации. Номинация «Любимая певица». Как это круто звучит. Любимая певица. Горбузова-Темникова. Подожди, подожди. Большая аудитория. Ты веришь в меня? Я хочу. Девушки. Я хочу твоей победы. Я хочу. Я буду кричать. Я так волновалась, как никогда. Потеют ладошки. Давай, будем. Снимание. 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 В общем, окно номер четыре. Тебя ждет девушка. Тебе забронили. Последнее место на следующем рейсе. Но там очень много желаний. На это место можно к ней подойти очень срочно. Я вот уже здесь. Класс, ты едешь. Я все, не успела. Иди в четвертое окно. Это ты еще не купил. Да, мне уже сказали. Четвертое окно. Давай, ты лети. Удачного полета, Водос. Что, автограф? Да, да, знаю. Возьму автограф. Пожалуйста, Клова, успей на этот самолет. Обожаю по эскалатору пешком. Детя, вы подали четвертое окно. Спасибо большое, что придержали на самом деле. Все, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Все, всего доброго. Я вообще не понимаю, почему мне сегодня так фартит. Короче, меня пересадили в бизнес. Представляете, я опаздываю на самолет. Меня пересаживают на следующий с минимальной доплатой. И при этом еще пересаживают, мать его, в бизнес. Но это так приятно именно сегодня, именно сейчас, когда я так перенервничала. Блин, просто кайф. Я что-то такое отстойно сказала, что это типа, да ну, да ну, че, реально, такое что-то вообще. Даже когда меня номинировали в этой номинации среди таких артистов, которые уже много лет на сцене и у которых огромная аудитория, но я понимала, что мне безумно приятно оказаться в их числе. Просто оказаться в их числе. Я потом пересматривала трансляцию и думала, блин, зачем я это сказала? Это было так глупо. Ну, я никак не думала, что вот это окажется в моей руке. Это, конечно же, самая важная, наверное, для меня награда. И сказать честно, никогда в жизни я нигде не выигрывала. И выиграть в такой номинации, тем более в премии, где голосуют дети, это, наверное, самое лучшее, что могло произойти. Я очень волнуюсь и спасибо вам за это. Ну, я, конечно, не думала, что я утру нос этим артистом большим, этим большим голыбом российского шоу-бизнеса. Ну, я без лести их очень уважаю, но это было так приятно, что ты такой начинающий артист, которого выбрали дети. Да, кто-то там посмеется, типа, ой, малолетки тебя слушают. Ну, да. Я люблю своих малолеток. Ты сама малолетка, чё тут сказать. Мы растём вместе, и это круто. Поздравляю! Пока! Поздравляю тебя с первой твоей премией. Вообще! Вы выиграли эту награду! Что, нужно теперь оправдывать это звание? И сразу после награды мне нужно было выступать. Как я выступала? Я не помню. Потому что я не думала в этот момент ни о танцах, ни о песне, ни о зале. Я думала о том, что мне только что вручили награду. Кто не знает, я просто обожаю перцы. Мама, я влюблена в дураках. Расскажите вашим ум, а не Бог, всё, пока. Всё, 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 всё. Это было потрясающе. Было очень классно. И на самом деле, даже когда на сцену вышел уже другой артист, они продолжали орать моё имя. Всё, 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 всё. Руки. Раз, два, три. А здесь написано стиль. Они очень хотят сфотографироваться, но, блин, не обижайтесь, пожалуйста, когда мы не выходим, потому что когда у вас слишком много, это просто небезопасно. И я переживаю за здоровье каждого из вас, поэтому мы этого не делаем. Начинается давка, начинается сходить с ума. Слышать, страшные зомби. Я вас вообще люблю. Пока. Видишь, мы все на пробежку вышли. Да, вон на пробежку все бегут, снимают. Эй, осторожно, осторожно, осторожно. Дорожно, малой, так. Так, вон ДПС с нами. Пока-пока, пока, братишка. А потом мне говорят, да, что у меня аудитория девочки. Вон пацаны за мной бегают. Так, ну всё, мы включаем мигалочки. О май гад. У нас есть ОМОН. У нас есть ОМОН и штатив. Ну вот, не так уж и страшно. Мне прям так не хотелось уходить со сцены. К сожалению, я очень мало снимала, но атмосфера была потрясающая. Кстати, сейчас планируется много концертов у меня. Вот, пожалуйста, сейчас вы увидите на экране концертный график на ближайший месяц. Я же вам обещала, что я приеду везде. Я стараюсь выполнять это обещание. Скоро, реально, мы приедем в ваше захолустье или вы к нам приезжаете. Мы сейчас, знаешь, запримерим, что в твоем блоге. Чего? Не говори, что это тату. Да ты гонишь? Это тату? Чего? Это татуировка? Ты шутишь? Это была татуировка, которую она набила и объяснила это всё так. Я хочу, чтобы то, что написано у меня в сердце, было написано у меня в руке. А можно я сходку, пожалуйста? Я настолько обрушилась мурашками. Действительно, оставить на себе след на всю жизнь. Но это значит связать себя с человеком навсегда. Для меня это очень много значит, правда. Но это не просто какая-то писанинка на руке, одна из тысяч. Это у нее первая татуировка. И в этот момент ты переосмысливаешь то, как к тебе относятся твои люди. И то, что ты для них значишь. Я вас люблю, спасибо за всё, что вы для меня делаете. И это не просто слово. На весну я готовлю большие сольные концерты. И ещё одна хорошая новость. Вот-вот выйдет мой альбом. Меньше месяца осталось. На этом всё, друзья. Увидимся с вами через недельку. А может быть и раньше. Но в любом случае ждите меня на концертах в вашем городе. И ждите альбом. Это будет круто. Это будет очень эпично. И что вы точно от меня не ждёте. Люблю вас сильно. Подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Ставьте лайки. И всем любви. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!